Добрый день, друзья! Сегодня тема эфира синдром позвоночной артерии. У меня в гостях врач с Харькова, с Харькова рефлексотерапевт, психотерапевт Виталий Иванович. И он вам сегодня расскажет очень большой секрет. Как сэкономить время и большие финансы для того, чтобы вы смогли правильно вылечить свои проблемы. Коротко, в чем причина? Синдром позвоночной артерии бывает вертеброгенного влияния, сосудистого влияния и психогенного. И многие пациенты начинают лечить не то, что надо. Грубо говоря, они пришли, невролог их прообследовал и говорит, у вас остеохондроз, у вас зажата артерия, идите лечите остеохондроз, лечите синдром позвоночной артерии. И люди бегают годами, тратят кучу денег, времени на лечение пресловутого синдрома позвоночной артерии. А все дело не в позвоночнике, не в сосудах, а в психогенных расстройствах, которые приводят к различной симптоматике. Головокружение, тошнота, панические атаки. Шаткость походки. Шаткость походки, депрессия, головные боли. Вот мне сейчас много очень людей в инстаграме пишут, ну везде. У них такие жалобы. Я спрошу, на что вы жалуетесь? Практически все, головокружение, головокружение. Реже головные боли. В чем же здесь, Виталий Иванович, секрет? Почему, получается, люди годами не могут правильный диагноз поставить? Дело в том, что... Почему замкнутый круг терапевт, невролог, мануальный терапевт, кастоправт, массажист, все? Дело в том, что неправильно поставленный диагноз изначально ведет к тому, что людей неправильно лечат. И, соответственно, нет эффекта от лечения. То есть, если нервопатолог поставил диагноз, допустим, остеохондроз, нашли там куда грыжу 1,5 мм, это норма в шейном отделе. Нашли там... Остеофиль, а какой-то? Нет, остеофиль, нашли там, допустим, смещение какой-то позвоночника 2 мм, это норма. Но они чаще всего люди жалуются на головокружение. Это самый у них такой симптом, который их беспокоит, который их волнует. Там еще масса симптомов других. Тахикардия, скачки, да. Они, да, этого они не замечают. В основном, вот головокружение и все. То есть, они об этом не рассказывают, что у них там и сердце стучится, и там давление поднимается, что у них плохо спят они, что нет настроения и все остальное. Об этом они не рассказывают, только головокружение. То есть, и врач, в общем-то, может быть, готов увидеть какую-то психосоматику в этом, но жалоб нет. Больной не жалуется, жалуется только головокружение. И они пошли по кругу лечиться там, там, на иголке, на пиявке, еще на что-нибудь, но без эффекта. Почему? Неправильно поставлен диагноз. Начинают ходить по мануальным терапиям. У меня была пациентка, которая сделала 100 приемов мануальной терапии. И так расчитали, что она пила воротник и все. Мало того, что они ходят по мануальным терапиям, они еще проводят массу одних и тех же исследований. А не МРТ мне больной один, он, наверное, там, 10 штук сделал. Но это же все финансовое время. Да, это финансовое время, там, это 15 тысяч гривен, грубо говоря, там, 10 МРТ, плюс 10 там ультразвукового исследования, ну, и плюс консультации. То есть, и Киев, и там, ну, в разные, в разные, там, города ездят, дом, без эффекта. Когда мы говорим, что причина этого, самотоформная расстройство, то есть, это диагноз. То есть, это вот нейропатологи называют век за сосудистую дистонию, всем известно. То есть, это набор симптомов, да, ВСД, набор симптомов, которые, в общем-то, объединены в один синдром, в общем-то. Там, может быть, 150, там, этих симптомов. Ну, в основном, в данном случае, мы говорим о головокружении. Ставится такой диагноз, но такого диагноза, в принципе, нет. Раз нет такого диагноза, значит, нет и нормального лечения. То есть, симптоматическое лечение, которое помогает в этом случае, а потом появляется в другой синдром. Это до бесконечности получается. Так вот, есть такой диагноз, что характерно, он находится в категории МКБ-10, международная классификация болезней, в отделе психические расстройства и расстройства поведения. Называется F45, ну, самотоформное расстройство. То есть, психиатрический диагноз. То есть, а как он звучит? Самотоформное расстройство сердца и сердечно-сосудистая система. Это диагноз. И синдромы бывают какие? Один из синдромов – вегетососудистая астония или вегетососудистая дистония. Вот это вот говорит о том, что есть такой синдром, но он в составе самотоформного расстройства. То есть, поэтому лечить надо совсем другими препаратами. Не надо противотревожные, антидепрессанты, там, может, еще какие-то там психотропные препараты. То есть, надо нормализовать психоэмоциональное состояние человека. И все это становится на свои места. То есть, нет органической патологии, чтобы обосновали вот это головокружение. Можно, конечно, подтянуть под это головокружение какие-то изменения в позвоночнике, или там, допустим, уравновесить психику пациента. То есть, надо уравновесить, скажем так, дегративную и интегрированную систему. Симпатическую, парасимпатическую. Все. То есть, здесь ничего другого нет. Ну, это чисто на биохимическом уровне. Это биохимия. В основном, это тревога. Хронический стресс, хроническая тревога. И хронический стресс, и хроническая тревога, эквивалент тревоги, выходит в телесные проявления. В данном случае мы говорим о головокружениях. А этих телесных проявлений, может быть, начиная от макушки, заканчивая пятками, любые. И при помощи этих лекарств, как я понял, наш организм начинает правильно вырабатывать гормоны, ацетилхолин, ингибиторы адреналина. То есть, мы уравновешиваем и гормональный фон, и нейромедиаторный фон. Вырабатывается ацетилхолин. Да, дело в том, что подход к этому состоянию, это никак ногу сломал и положили гипс. Нет, это совсем плохо. Это десятилетия, ну, годы и десятилетия. То есть, человек к этому идет. У организма есть ацетилхолинные возможности. Я уже привык к выработке таких гормонов. Он, на котором, наверное, начинает сильно избыточно вырабатывать. На определенном моменте... Как гормональный сбор. Все правильно. Человек находится постоянно в стрессе. Все болезни от нервов. Все правильно. Все болезни от нервов. Он постоянно в стрессе. А если он находится в стрессе, просто я говорю, один симптом, который практически все его у себя рано или поздно увидят или увидели, это нарушение сна. Все. То есть, мозг отдыхает только во сне. Если вы не будете ему давать отдыхать, много работ этих денег заработать, или там учитесь много, или на двух работах, ну, все, что хотите. Могут гуляйте, водку пьете, не знаю. Да, это будет проходить до определенного момента. Потом появится, ну, в данном случае, головокружение. Все. То есть, организм не отдыхает ночью. Мозг не отдыхает ночью. Есть такое слово гигиена. Все знают. Мы руки моем для чего? Чтобы не заболеть кишечной инфекцией. Да, допустим, картошку копаем, спина заболела. Что мы делаем? Бросаем лопату, отдыхаем. Но касается, когда касается мозга, мозг у нас не болит, поэтому мы с ним что-то хотим-то и делать. Насилу. Да. И сон же может быть по-разному нарушен. Кто-то плохо засыпание, у кого-то раннее пробуждение. Кто-то, может быть, спит 8 часов, но сон не расставляет удовольствия. Понимаете? То есть, не отдыхает организм. А кто-то спит 12 часов в сутки, тоже не отдыхает организм. Все. То есть, сон это основа. Если мы не наладим сон, то лечение, в общем-то, будет неэффективно. Ну, в общем, дорогие друзья, этим видео мы хотим вас убедить, что не всегда, не во всех случаях надо искать вертеброгенную причину, сосудистую, там еще какую-то. А посмотреть на свое состояние психоэмоциональное, попасть на консультацию к грамотному специалисту, и он подверет вам соответствующее недорогое, подчеркну, лечение. Ну, сколько вот примерно стоит лечение? Скажем так, когда мы уже вышли на лечение, например, через месяц. Это, грубо говоря, чтобы было всем понятно, кто смотрит это видео. 10 долларов в месяц. 10 долларов в месяц. Все. 10 долларов в месяц. Ну, на начальном этапе чуть-чуть там подороже, там, на первом периоде. А лечение остеохондроза иногда выходит не сотни, а тысячи долларов в месяц. Это что, неэффективно? Если мы говорим о какой-то клинике, санатории, да, хорошая платежка в санаторий, да, сколько стоит. Ну, в общем, на этой позитивной ноте мы с вами попрощаемся, а в следующем видео мы, наверное, более конкретно расскажем про какую-то нозологию конкретную, да. И кому понравилось, ставьте лайки, делайте репосты и обязательно просмотрите нашу вторую, как говорится, серию. Благодарю за хороший рассказ.